В областной столице прошел необычный чемпионат. Участники ребятишки до двух лет форма одежды – ползунки. Кто же стал самым быстрым и преодолел дистанцию в целых 10 метров, узнаем прямо сейчас. Здесь собрались маленькие спортсмены Тюмени посоревноваться за звание самого быстрого ползуна. С каждым годом юных спортсменов становится все больше. У нас сегодня тут четвертый уже городской чемпионат ползунков. 151 участника чуть больше, чем в предыдущие годы. Ну и девки, как обычно, от 6 месяцев до 2 лет. Несмотря на столь юный возраст участников, здесь все по-взрослому. Старт по свистку, строго отмеренная дистанция и неусыпное наблюдение судьи. Обычно родители вмешиваются в спорт детей. А когда чисто дети ползут, родители не помогают, тогда мы определяем без проблем и не так строго судим. В отличие от других соревнований, в этих стартах допинг допустим. Приманивать малышей можно чем угодно. Тут в ход идут и всевозможные игрушки, и компьютерные мыши, ключи от машины и даже миски для животных. Честно говоря, мы даже не готовились, просто надеялись на чудо, на удачу. А просто любимые вещи, даже не игрушки, а вот обычный сотовый телефон, мамин, помог нам выиграть. Как правило, родители готовят чемпионов заранее. Удобная спортивная форма и домашние тренировки по ползанью. Вообще он нас любит ползать. Мальчонка очень такой компанейский, веселый, поэтому к конкурсу сам готовился. Мы рады, что победили. На чемпионате для самых маленьких страсти бушевали совсем не детские. Кому-то для победы не хватило сноровки, а кому-то сил. И вот, оставив позади соперников, пальму первенства взяла 10-месячная Милана. Именно она оказалась самой быстрой. Такого результата не ожидала даже мама чемпионки. Пошли просто принять участие, повидаться с детками, выйти в люди, показать себя и посмотреть других. На пьедестале почета победителей под бурные аплодисменты болельщиков награждали памятными призами и, конечно, настоящими медалями. Здесь уж точно главное не победа, а участие. Ведь когда-нибудь каждый из сегодняшних малышей сможет с гордостью сказать, что спортом он начал заниматься раньше, чем научился ходить. Ксения Айсберг, Максим Плюхин, Сибинформбюро.